Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! В сегодняшнем видео поделюсь еще одной идеей деревенского стиля, как можно незадорого сделать вот таким красивым горшок. Покажу, как подрос и что, как прибарахлился, так скажем, мой домовой на фане. Ну и отвечу на некоторые комментарии. Посоветую вам, где и что, как купить. Итак, дорогие друзья, скоро переезд. Хочу поделиться с вами радостной новостью. Вчера нам дали аванс за нашу квартиру. В общем, затянется это еще на месяц, потому что там у покупателей есть несовершеннолетний ребенок, 16 лет. Нужно разрешение от опеки. И, в общем, на некоторое время это все затянется. Но, я так поняла, ничего быстро не бывает, даже если бы не эта опека. Там нужно время на проверку, на юридическую чистоту, естественно, для покупателя. В общем, не буду рассказывать все сложности и нюансы. Самое главное, что уже квартира наша продается. И, значит, скоро начнется новая жизнь в деревне, в тишине, в новом деревянном доме. В общем, все будет по-новому. Это я рассказала вам новость. А сейчас покажу вам. Вчера я сделала... Изменила свой горшок пластмассовый. Вот такая у меня растет денежное дерево толстянка. Обратите внимание, на нем будут золотые яблоки. И, в общем, зашла я в фикс прайс. Обожаю этот магазин. Там много идей для творчества. И нашла вот такую веревку. Вот вы видите, это веревка. Очень красивое сочетание вот такого золотого с голубым. Там, кстати, есть и ярко-желтый, по-моему, с черным. В общем, три цвета было. Но я выбрала вот этот цвет. Стоит 77 рублей. Там 20 метров. И мне хватило обмотать. Ну вот, я начинала сверху. И пошла вот так вот обматывать вниз. 20 метров. Мне хватило обмотать вот этот громадный горшок, который мы покупали, ну, там, за копейки, можно сказать, в Леруа Мерлен. Потому что, ну, очень внушительных размеров хороший, там, глиняный горшок. Очень дорого стоил. Там больше тысячи рублей. Я посчитала, что это дорого. И купили мы с Лешиком вот такие большие горшки. Это уже третий раз я пересаживаю свое дерево. Их у меня пять, кстати. Не знаю, как я буду перевозить это все. Потому что оно, ну, очень большое и очень тяжелое. Так вот, если купить в Леруа Мерлен вот такой вот горшок, купить, сейчас я вам покажу эту веревку, как она выглядит. Вот такая веревка. Кстати, здесь даже неплохой состав. Я имею в виду в самой веревке. Что-то много хлопка и ПА потом. Ну вот, состав. 62% хлопок, 40% полиэстер. 20 метров. Удовольствие стоит 77 рублей. Ну, во всяком случае, в нашем фикс прайсе. Вот у меня второй такой горшок. И, естественно, я тоже так же его украшу. Конечно, если вы еще не посадили дерево, и у вас пустой горшок, сделать это будет гораздо проще. Вращать пустой горшок гораздо проще. И обматывать, обклеивать. Я же все делала уже с деревом. Хочу сказать, что вчера я побегала вокруг этого горшочка. Устала порядка. Ну, получилась вот такая красота. Как вы помните, это мой воротник с моего топа трансформера. Он там завязывается на... Сейчас вот. Вот видите. Здесь просто вот я его вот так прицепила. И у меня возникла идея. А почему бы? У нас же есть постельное белье разное, которое мы меняем. То одно, то другое. Можно же навязать вот таких вот воротников для топа. И украшать ими горшки разных цветов, разного вида кружева. То есть, это интересная идея. Поменяли скатерть, не подходит. А вот у нас есть вот такая штучка другого цвета. Взяли и поменяли. То есть, можно заняться и навязать несколько таких вот украшений для горшков. Я сначала думала приклеить, а потом думаю, ну приклеил, это же не постирать. И это только один вид кружева, одного цвета. А потом вспомнила про свой воротничок. И вот, пожалуйста, вам новая идея. Вот это белое у меня было дома. Веревка тоже покупала в фикс-прайсе. В общем, вот так скомбинировала горшочек. Да, друзья, сейчас вам покажу вот этот замечательный клей. Тоже из фикс-прайса. Вот эти я практически не использую. Они у меня валяются. А вот этот универсальный клей, Вот. Он клеит даже обувь. Он очень мощный. И тоже, по-моему, 77 рублей стоит. Я вам сказала, веревка 77. Друзья, 140 рублей стоит веревка. Я прошу прощения. А 77 рублей стоит вот этот набор клея. Очень рекомендую. Здесь вот 30 миллилитров. Уходит, конечно, он быстро. У меня ушло полтора вот таких вот тюбика на вот это ведро обклеить. Но, вы знаете, если посчитать себестоимость 140, веревка, там 77, ну пусть даже 150, 300 рублей, обойдется вам украсить горшок. Поверьте, дорогущие горшки, которые глиняны, стоят намного дороже. А так, это еще уникальный горшочек, который будет красоваться у вас в доме. Ну и, конечно же, с вашей энергетикой. Так что, рекомендую вам этот универсальный клей. Я им клеила и дома Вова. И вот сейчас, да вообще, все вот эти вот вещи, все я клеила при помощи вот этого клея. Значит, одевайте перчатки. У меня руки, я так вчера, можно сказать, еле-еле их отмыла. Ну, в перчатках тоже не фонтан работать. В общем, все равно руки выпачкаете, но будет у вас хороший результат. Ну, а теперь давайте переходим к домовому. Я, кстати, отвечу на несколько комментариев по поводу домового, и по поводу моей веры, и по поводу всех этих символов. Очень задело, хочу сказать. И, ну, в общем, отвечу. Отвечу по ходу. Итак, вы помните, что... Так, берегиня, стоять. Стоять не падать, девочка моя. Сейчас я поставлю. Так. Вы помните, что здесь две банки из-под краски. Я, видите, какой я прибарахлился, приоделся мой домовой на фане вот такой вот жилеточкой. Тоже был кусочек у меня. Это я в этом, в иголке покупала. Даже не знаю зачем. То ли шторы я хотела. В общем, вот такую бахрому. Она тоже дешевая. И, видите, он сейчас, вот его можно взять, и он не падает. А здесь две банки. Раньше это стояла банка на банке, и, естественно, он подвижный был. Забываешь, иногда берешь, естественно, все падает. И вот вчера я сидела, думала, думала, как же мне так сделать, чтобы этот домовой все-таки приобрел статус вот такого целого красивого человечка. И я придумала. У меня были вот такие бусины. Не бусины, а вот такие штучки деревянные. Сейчас я вам их покажу. Мы на Семеновской ездила как-то на Семеновскую фабрику. Там есть магазин. И вот появилась в этом магазине после реконструкции не только пряжа, но и все для рукоделия. Тоже копейки стоила давно. Покупала. Вот пригодилась. Итак, сначала я пришила к вот этой бахроме вот эти вот штучки через бусину, потому что это не пуговица, это вот просто дырка. Через бусину пришила сначала к бахроме, а потом эту бахрому приклеила сначала к одной банке и два слоя бахромы к другой банке. И вот эта петелька является еще и застежкой. То есть вот я закрыла. То есть вот, видите, чтобы добраться до нижней банки, нужно еще его раздеть. То есть вот так вот отстегнуть. И тогда вы доберетесь до нижней банки. А так вот все пуговички застегнуты. И вот он, пожалуйста, вот такой вот уже парень, так скажем, целостный. А то были отдельно ноги, отдельно голова. Эти же пуговицы я вот приклеила. Глазки у него появились. И появилось вот такое украшение на мешке с деньгами. Помните, там восемь монеток, чтобы деньги водились в вашем доме всегда. Восемь – это символ бесконечности. Еще вручила, то есть чтобы руки полностью были заняты чем-то, поскольку Россия – это страна зеленых кедров, значит, это наш символ. Вручила ему вот такую шишку. И появилось еще тоже вот такое украшение на шляпе. А вот эти все штучки я не выбрасываю. Это было у меня что-то на обуви. Вот такие цветочки под дерево. Это, естественно, пластик. Давным-давно лежат. В общем, все нашло свое применение. Вот такой домовенок у меня получился. Я с ними разговариваю. Я говорю, что это мои живые помощники, которых я создала. И перед последним показом квартиры я подошла к ним и сказала, ну что, друзья, хотите в новый дом? Давайте, работайте. Пусть у нас эту квартиру купят. И вот хотите – верьте, хотите – нет. Но после этого показа мне позвонил менеджер и сказал, что мы готовы внести аванс за вашу квартиру. Ну, еще хочу поблагодарить Наталочку Тарасову. Это моя приятельница на Одноклассниках, которая посоветовала мне поставить на заставку подсолнухи. Что я и сделала. У меня стоят на заставке подсолнухи. Наталочка, спасибо тебе громаднейшее. Три дня постояли подсолнухи у меня на заставке. Вы можете повесить картину в своем доме. Вот у меня здесь девять подсолнухов. Она сказала, семь или девять подсолнухов. Но я вот у себя в темах нашла девять подсолнухов и поставила на заставку. Так вот, эти подсолнухи постояли на заставке у меня ровно три дня. И, можно сказать, вуаля. В общем, здесь совместное творчество. Подсолнухи, домовые, берегини, мой творец, в которого я верю. Все способствовало. И я всем благодарна. Так что, если хотите продать квартиру, или дом, или участок, поставьте или повесьте у себя где-то, чтобы у вас были подсолнухи. Все работает. Ну, а теперь плавно отвечу на несколько комментариев. Два комментария, которые меня очень сильно задели. И я хочу вам ответить. Ну, вот так. Видео-ответ. Итак, пишет мне Лариса Лукинская. Здравствуйте. Очень уважать, уважительно отношусь к вам и вашему творчеству, Елена. Люблю следить за вашим продвижением в этом. Но очень огорчилась, увидя эти так называемые обереги. Обереги в кавычках. Прошу вас, не будьте язычницей. Нет в этом никакой истины. Верьте в Господа Иисуса Христа и Его Слово. Вот хочу вас благословить в этом, чтобы сила Его просто и нежно коснулась вашей Духа и смогли понять и принять Его силу, веру, любовь и понять, что Он любит вас, что Он есть и ваша самая сильная защита в невзгодах, в бедах, в сложностях, с которыми вам пришлось столкнуться. Простите меня, я не сужу вас, но больно на все это смотреть. Уважаемая Лариса, читая ваш комментарий, я хочу вам сказать. Во-первых, мой канал не религиозный, мой канал творческий. И учить людей, во что они должны верить, как они должны верить, я думаю, что вы не вправе. И подумайте, прежде чем вы пишете людям, во что они должны верить, там, язычество у вас было обозначено, ну и вообще ваша, так я понимаю, христианская вера. Не надо навязывать ваши убеждения кому-то, потому что это настолько индивидуально и настолько интимно, я бы сказала так, сакрально, что кому-то чего-то навязывать, уж простите меня, ну, по крайней мере, не тактично, вот так, наверное. А теперь по поводу язычества и веры. Вы вообще знаете, кто такие язычники? Почему их попрали? Почему люди, которые верили в силу земли, богов, там, ветра, солнца и тому подобное, почему их так выгнали? Я не буду сейчас вам всю эту историю рассказывать. Просто прочитайте книгу Владимира Мегре «Анастасия». Кстати, очень хорошая книга, которую я прочитала буквально год назад, и, наверное, уже тогда зародилось у меня желание переехать на землю и жить на земле. Конечно, там в этой книге, что должен быть выделен гектар земли, там много того, что я не реализую. Но сам факт того, что я буду жить на земле на своих восьми сотках, это уже точно. Прочитайте ее. Очень сильно меняется мировоззрение. А теперь по поводу вашей веры. Если вы, и вас это пугает, как вы пишете, что не пугает, а как же вы там написали? Больно вам смотреть на все это. Если вы при вашей вере в Иисуса Христа не увидели в этих куклах много любви, много вложенной энергии, счастья, радости в каждый день, веру в будущее, то груш – цена вашей вере и вашей религии. Если эти куклы напугали вас или как-то, я не знаю, унизили вашу веру и Христа, это, я говорю, груш – цена вашей вере. Знаете, какая моя религия? Я вам отвечу. До некоторых пор я тоже верила и сейчас верю в Бога. Но Бог мой стал другим. Бог – это Творец. И люди забыли, что мы все Творцы. У нас есть вот эта частица Бога, которую сейчас пытаются убить. Вы знаете, чем? Это перфорация, тотальная перфорация населения, куда люди пошли как бараны, вообще не подумав, что это. Так вот, это как раз против человечества. Вот эту искорку Бога хотят в нас погасить. Так вот. И, кстати, священники, многие священники способствовали этому. Когда я это еще в очередной раз увидела, я убедилась, что для меня Бог – это Творец. Он един. Вы мне пишете в Иисуса Христа верить. А как же Будда? А как же Кришна? А как же Мухаммед? Или там неправильная вера? Вы вообще когда-нибудь задумывались, почему так много религий? А я вам отвечу. Только для того, чтобы разъединить народ, чтобы создать войны в определенный период, когда это кому-то очень нужно. А это кому-то нужно, поверьте в это. За кулисью это очень нужно, если вы в теме. И повторюсь, что моя вера в Творца и еще моя религия – это совесть, совместная весть. Вот когда вы живете по совести, вот это будет вашей основной религией. А то, чтобы пойти в храм, помолиться и Боженька все простит – нет, это не религия. Это просто бизнес. Понимаете? Не грешите. И не ходите, и не молите. А ищите в причину в себе. Если вы чего-то натворили и что-то сделали не так, делайте добрые дела. И вот это будет вам прощение. Понимаете? А так очень просто. Да я пойду там, свечечку куплю, опять же, куплю. Записочку напишу, опять же, заплачу денежку. И все будет хорошо. И буду дальше грешить, и буду дальше жить. А Боженька мне все простит. Нет, дорогие мои, я как бы немножко у меня другое мировоззрение, и не надо мне навязывать ваше. Я вас очень прошу. Эти куклы сделаны с любовью, и вы не увидели этого. И как же вам, верующему человеку, не знать, что Бог – это и есть любовь. Понимаете? Любовь, а не то, что вы увидели в этих куклах каких-то идолов. Смешно. Ну, просто смешно. Так что, друзья, такие вот комментарии и таких комментаторов. Есть несколько, еще один комментарий, тоже там девушка написала. Ну, все тоже в этом духе. Друзья, я вас просто блокирую. Мне не нужно навязывание ваших мыслей, вашего мировоззрения. Живите с этим, я не против, и я как бы принимаю это, потому что каждый человек на земле проживает опыт. И это есть опыт. Понимаете? Не надо говорить, что это истина. Откуда вы знаете истину вообще? Истину познать невозможно. Истина – это совесть, и истина – это ваш опыт, который вы проходите на этой земле. Так, ну вот, все, высказалось. Так что, друзья, давайте все больше о творчестве. Здесь на самом деле есть где развернуться. Здесь много интересного. И давайте обсуждать творчество. Давайте делиться. Вот скоро пойдут ремонты. Скоро будут какие-то дизайнерские идеи. Скоро будет огород, сад, огород, цветы. Вот я хочу, чтобы на моем канале обсуждалась именно эта тема и никакая не другая. Тем более такая интимная, как вера и религия. Я хочу поставить на этом точку. И прошу всех, кто сейчас смотрит это видео, принять это к сведению. Если вам что-то не нравится и если вам противно становится вот мое мировоззрение, которое, кстати, я никому не навязываю. Я никогда не говорила на своем канале об этом и не касаюсь этой темы. Пожалуйста, не надо это трогать. Прошу вас. Вот. Если вы не увидите, если будут другие комментарии, кто не видит это видео, я больше не буду возвращаться к этой теме. Я просто буду вас блокировать. Есть множество религиозных каналов. Пожалуйста, вам туда. Здесь творчество, здесь любовь, здесь полет фантазии. Здесь будут ремонты, цветы, огороды, мебель, обустройство дома. И все, что связано с этим. Ну вот, мои хорошие, выговорилась, показала вам новые идеи. И на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. Желаю вам жить по совести. И все будет хорошо. Ну а на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok